Друзья, всем привет! Сегодня я еду на остров Косичан. Я еду один, потому что Женя и Сара не захотели ехать, они решили остаться дома. Лодка у нас вот такая маленькая, она деревянная. Там у нас позади остался город Шри-Рача. На этой лодке даже кто-то умудрился закинуть свой мотобайк. Она достаточно сильно разгоняется, но все равно, я думаю, дорога у нас где-то займет полтора часа, может быть час. Такая у нас лодочка. Здесь есть каюта, где можно поспать. Я думаю, лучше располагаться либо спереди, либо ссади, потому что прямо возле самого центра этой лодки здесь находится мотор, и он жужжит, постоянно шумит. Сейчас мы подходим к острову Сичан. Рядом с ним есть небольшие такие островочки с пляжами, кстати. Они не совсем обитаемые. Там, по-моему, никто не живет. Да, наверное, скорее всего, там никто не живет. Там, может быть, просто рыбаки иногда подходят. Но пляжи очень красивые. Даже отсюда видно, они заброшенные такие. И эта лодка, она сначала останавливается вот на этом острове, который поменьше. Он очень маленький. Здесь, по-моему, один или два отеля только. Он почти необитаемый, но с красивыми пляжами и такой дикий. То есть мы становимся сначала здесь и также, по-моему, на обратном пути мы сделаем, если я не ошибаюсь. Это два храма. Один храм находится в скале. Я в прошлом году был там, но я не снимал, поэтому в этом году я специально решил сюда приехать, чтобы поснимать этот остров, показать, как он выглядит. Очень любят китайцы и японцы этот остров. Русских и вообще европейцев здесь очень мало. Вот этот храм, который находится, он прямо в самом горе, в скале находится, внутри там. И там можно загадывать желания. И многие верят в то, что эти желания на самом деле сбываются. По секрету скажу, я в прошлом году был там, загадал желание, и оно на самом деле сбылось. Здесь маячок такой, он тоже сделан в виде пагоды, в китайском стиле. Говорят, что на этом острове, на китайский Новый год, вообще невозможно ничего сделать. Кстати, очень много людей и очень много туристов из Китая. Любят китайцы сюда приезжать. Здесь никаких мостов, ничего такого нету. То есть просто поднялся и зашел. Вот, здесь сразу приветствие такое. Одни из самых интересных мест, которые можно посетить. Короче, договорился я с ней за 250 бат, но я ей верну за ту байк вечером. Это достаточно дорого, но я торговался с ней очень жестко. И в принципе, здесь без байка никуда, здесь обязательно нужен мотобайк. Я вот помню вот эти базарчики. В прошлом году тоже они здесь были. У них вот такие улочки здесь. Я хочу найти сейчас точку, где лучше всего просматривается сенсет. Вот, бабушки лежат, спят, отдыхают. Дети тоже тут играют, собаки. Hello! Здесь ни в прошлом году, ни в этом никто у меня не просил ни паспорт, ни депозит какой-то, ни еще что-то. Но цена поднялась, потому что за 150 бат. Я не знаю, может быть это связано с тем, что сейчас сезон здесь какой-то туристический, высокий. В прошлом году я в конце ноября сюда приезжал. И без проблем я брал себе байк за 150 бат. Я четко помню. Но в этом году самое дешевое, что у меня получилось, сделать это 250. Я здесь нашел одну любопытную картину. Вот они здесь вот так поймали тунцов и вяли от их. И главное, они завязали рыбу. Головы завязали, видимо, чтобы оно не портилось. Вяленая вот такая она солнышке. Она, наверное, с солью. Вообще, конечно, мотобайк это самый оптимальный способ. Исследование острова. И здесь есть, конечно, вот такие тук-туки, которые можно нанять. Он будет целый день катать. Но на мотобайке вы можете поехать вообще в любое место, в любую точку острова, куда вы захотите. И, конечно, я всем рекомендую, кто дружит с руками, кто умеет рулить. Это, естественно, мотобайк. Здесь есть такие красивые места, на которые просто тук-тук вас не отвезет. У них здесь выгорела трава. Это говорит о том, что не было дождей здесь так много, как, допустим, на Самуи. Или где-то на Пукете. Да, и у них там даже дамба, резервуар с водой, он почти пустой. Видимо, поэтому сюда поехало много туристов в этом году. Потому что на Самуи вообще невозможно. Видите, резервуар с водой, он почти пустой. В прошлом году, я помню, он был до краев. Кабан. Смотрите, только вылез откуда-то из грязи и по дороге ходит, гуляет. У них здесь есть место, площадка такая, куда они мусор привозят. Либо здесь, либо не здесь, и там этих кабанов очень много. Кабан. Смотрите, только вылез откуда-то из грязи и по дороге ходит, гуляет. У них здесь есть место, площадка такая, куда они мусор привозят. Либо здесь, либо не здесь, и там этих кабанов очень много. Вообще, они здесь ездят на этом острове без шлемов. У них здесь какие-то свои собственные правила. Ездят без шлемов. И вообще нарушают по-всякому правила, потому что полиция здесь закрывает глаза. Собаки здесь дикие, в джунглях. Вот сейчас я уже начинаю подниматься немного выше в горы, здесь больше зелени. Собак очень много в этом году. Некоторые даже на дороге спят, лежат. Вот так они здесь выбрасывают мусор. Здесь у них есть, да, большая мусорка, если я не ошибаюсь, где-то валяется. Мусора много. И там эти свиньи прям вообще в огромных количествах обитают. Тяжело мобеду, потому что достаточно высокий подъем. Если Женя, Сара с Сарой завтра приедут, им нужно будет отдельный байк брать. Потому что вдвоем мы не сможем втроем на одном байке, они очень слабые у них. Кактусы растут, посмотрите. Вот так выглядит здесь пляж. Вода очень чистая. Идеально подходит для ныряния с маской, с норкелингом здесь позаниматься. Вообще супер, потому что вода прозрачная. Да и волн, в принципе, тоже не так уж много, потому что залив. Да, туристов в этом году определенно больше. Я не знаю, с чем это связано, но в прошлом году я приезжал. Здесь вообще практически никого не было и даже не купался никто. Я заехал вот прям в пляжу и спокойно покупался чуть-чуть и дальше поехал. В этом году они здесь и стульев понаставили очень много. И вообще людей гораздо больше, чем в прошлом году. Вот, яички они вот так продают на углях. Достаточно вкусные. Попробуйте обязательно. Он это носит с собой все и прямо на углях готовит. Все здесь, все примочки есть для детей. Я сейчас пообедал. Цены здесь достаточно демократичные, можно сказать, на напитки и вообще на кухню. Несмотря на то, что они это все привозят с материка, и доставка стоит очень дорого, они цены здесь не ломят. Готовят вкусно, все свежее. Вот чувачок идет, прогуливается с рюкзачком. Особо отмороженные вот здесь пешком вот так ходят с рюкзачком. Или может быть они здесь живут. Ну ладно, неважно, поехали дальше. Они здесь такую дорогу красивую сделали из ракушек. Тропиночку себе и кактусы выращивают. Предприимчивые тайцы. Фе здесь, лодочка со стеклами, и там тоже, опять же, много очень ракушек. И здесь даже они бар вот так отделали красиво. Я спросил, где отель здесь. Она закрыла рукой голову и начала читать тайском говорить, типа опять эти приехали иностранцы. А я ничего не понимаю, и мне стыдно. Ну, отель неплохой, я вам так скажу, потому что все номера... Вау! Посмотрите, какая красотища! Здесь реально очень красиво. И у них дорожка вот так. Она здесь построена прямо на уровне деревьев. Сердечко. Мне кажется, здесь свадьбу устраивают люди. И там даже, наверное, можно искупаться, спуститься туда чуть подальше. Большой пирсик такой. И там прям рыбачить можно сидеть с удочкой. Вообще идеальное место для тех, кто любит тишину. Потому что здесь реально нет ни одного человека. И постояльцев здесь тоже, по-моему, нету. Есть стол. И специальный такой мангал для барбекю. Здесь можно делать барбекю, видимо, если договориться с ними. И прям вот с таким видом. Очень красивым. Я здесь какую-то улицу вообще обнаружил на горах. Отельную. Мне кажется, чем я дальше иду, тем дешевле это все будет для меня стоить. Сегодня. Вау. Да, да, да. Очень красивое место, дядька говорит. Хорошо разговаривает, но... в английском языке. Мне сегодня вот такое вот доброе утро. На горе я сегодня... Я сегодня ночевал на горе. Проснулся, вот увидел вот такой вид красивый. Впрочем, я его и вчера видел. Но сегодня здесь море такое спокойное. И вообще такая тишина была. Там даже на деревьях фрукты какие-то растут. Классно вообще здесь. Такое классное место. Здесь нет дорог, нет машин. Здесь даже сотовая связь, она направлена туда. То есть такое отдаленное место, что здесь тишина и вообще спокойствие такое. Ничего не мешает вашему отдыху. Здесь нет пляжа, но в принципе это не мешает наслаждаться видом красивым таким. И вообще здесь можно позагорать. У них здесь кухня классная. Прямо подо мной она находится. Ресторанчик здесь есть небольшой. Сейчас я вам покажу номер, которым я сегодня ночевал. Здесь в принципе могут разместиться три человека спокойно, потому что есть диванчик, большая кровать. Кровать сделана, правда, из бетона. Обшита кафелем. Но в принципе меня это никак не смущало. Есть холодильник достаточно большой и кондиционер. Туалет у них тоже чистый. Все здесь чисто, красиво. Но единственное, просто они немного не угадали с цветами, потому что можно было бы немного и по-другому сделать. И было бы гораздо красивее. Здесь есть горячая вода, душ. Вот. Вид на парковку. Вот там нужно оставить мотобайк. И пешочком пройтись, вот так подняться по лестнице. И здесь на этой территории даже есть еще телевизор. Здесь на этой территории находятся два или три, где-то три или четыре отеля в общем. Здесь у них не было обычных стандартных номеров. И они мне дали... Это у них считается VIP. Типа VIP, потому что здесь можно есть стол, можно просить, чтобы сюда принесли еду. Здесь есть шезлонги, можно загорать, чтобы никто вам не мешал, чтобы вы никому не мешали. И этот номер всего лишь 30 долларов обошелся мне за ночь. Я думаю, что это вообще недорого. Спуск и подъем к этому отелю. Сейчас спущусь к морю поближе. Посмотрю, что там возле пирса. Такие печки, на которых можно приготовить барбекю. Кстати, очень интересная идея. Они сделали из автомобильных дисков. Пирс, конечно, наверное, подходит больше для рыбалки. Хотя нет. Вот там, смотрите, купаются люди. Если пройтись еще вот так вниз. Здесь можно купаться, но здесь нету песка. Здесь каменный такой пляж. Каменистый. С детьми здесь точно не покупаться. Но зато вода очень чистая. Прозрачная. Думаю, здесь подводный мир очень красивый. Но мы не взяли маски. Мы не сможем это проверить. Здесь хорошая глубина. И прямо отсюда можно прыгнуть туда. В воду. Вот там где-то у нас Самуи. Панган. Был бы у меня бинокль, я думаю, даже увидел бы эти острова. Это реально огромный варан. Он очень большой. Иди сюда. Душак. Он как крокодил этот варан. Видите? Ползет. Не знаю, кого он ест здесь, чем он питается, этот варан. Но он живет реально прям вот возле отеля. Вот здесь отель какой-то строится. И я его прям возле отеля этого встретил. Он очень большой. Он, наверное, метра полтора-два в длину с хвостом. Точно. Мне кажется, они меня вообще не боятся. И даже могут напасть. Запросто. Потому что они сидят так, смотрят спокойно. Ну, это дикие сто процентов обезьяны. Редкая находка такая. Целится, целится. Кто хочет напасть. Женя после недолгих уговоров тоже решила приехать на этот остров. Сейчас я ее уже ношу в мотобайк. Привет! Привет! Женя учится ездить на мопеде. За 200 бат, включая топливо. Без залога, без паспорта, без ничего. Просто подъехали, дали 200 бат и все. Я думаю, даже можно было взять покататься, сказать, деньги потом привезем. Шлемы у них здесь, я так понял, не нужны. Я видел здесь полицейского один раз. Он был без шлема. Тяжение чуть освоится здесь по прямым дорогам. Я ее потом повезу по серпантинам кататься. Приехали на единственный пляж, который здесь есть. Здесь очень чистая, прозрачная вода. Ну, купаться мы, наверное, сейчас не будем, потому что солнце... Солнце сейчас активное. Мы лучше покатаемся, походим по храмам. Ехали к стопе Будды, к отпечатку ноги Будды. Сюда можно подняться пешком. Но мы заехали на мотобайках, потому что это очень высокое место здесь, в горах. Наверное, одна из самых высоких точек. Вид на весь остров. Вон там пляж. За гораем мы сейчас были. Там ферри-терминал, лодочки приходят. Отсюда даже город видно, Шри Рача. Собственно, отпечаток ноги Будды. Здесь люди оставляют манетки. Нет, только английский. Извините. Извините. А, спасибо. Разрешили мне зайти вовнутрь. Там чуть-чуть посмотреть, поснимать. Зайду, посмотрим. Говорит, что там кто-то есть. И очень красиво. Спасибо. О, здесь какой-то монах в очках лежит. Это либо мумия, либо еще что-то. То есть он умер, получается, а его мунифицировали. Здесь под золотым Буддой есть пещера. О ней мало кто знает. На самом деле, это, наверное, одно из самых святых мест. Здесь всегда прохладно. Вот. Будда лежит. И сидит. Прямо в скале. Оттуда я сейчас пришел. У них вот здесь вода собирается, когда дождь идет. А здесь монастырь еще один, в который нельзя проехать никак, только пешком спуститься, пройти. Вообще, буддисты, они очень добрые такие, миролюбивые, всегда улыбаются. И самая, наверное, вера толерантная – это буддизм. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok